Вы смотрите программу «Губернии» и вот главная тема выпуска. Село Воскресенское Савинского района. В этом доме живет пенсионерка Надежда Алексеевна. Дом в плохом состоянии, но больше всего страдает крыша. Помощи не было ни от кого уже три года. Первый снег выпал в ноябре. В соцсетях жители области делятся фотографиями. А готовы ли к первому снегу и в целом к зиме? Техника? Расскажем. Двое погибших, шестеро пострадавших, смертельное столкновение на Родниковской трассе. Мы узнали, как чувствуют себя выжившие. Больше полугода на одной из улиц частного сектора в Кохме не работают уличные фонари. Еще одна проблема, которая беспокоит жителей, это старые столбы. У многих из них деревянное основание уже превратилось в труху. И опоры все больше наклоняются. Мы разбирались, в чем причина. Ел, что давали прохожие, спал практически на голой земле. Спустя время мы решили выяснить, как сложилась судьба Андрея Прокофьева после нашего репортажа. Мы были в Москве на церемонии награждения по всеосинскому конкурсу «Семья года». Мы победили в номинации «Сельская семья». Чем занимается одна из самых лучших сельских семей не только в регионе, но и в России, расскажем в сюжете. А также не пропустите. Медицинский транспортер «Вичугские кулибины» модернизировали каталку для раненых бойцов. По году за килограмм вынесен приговор организатору нарколаборатории. Есть разнарядка «выкосить траву» вот и исполняют, невзирая на первый снег. Сбитые пешеходы, задохнувшиеся в дыму и магазины «Воришка» – кандидат для книги рекордов. Мы собрали небольшую подборку происшествий. Об этом и не только. Смотрите в выпуске. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Снова начинаем эфир с трагичных новостей. В регионе простились еще с четырьмя нашими земляками, участниками специальной военной операции. Рядовой Роман Вячеславович Баландин и стрелок-помощник гранатометчика Александр Владимирович Романов служили в воинских подразделениях других регионов. В ходе специальной военной операции проявили самоотверженность и смелость. Старший вычислитель минометной батареи Роман Сергеевич Павлов служил на территории Ивановского гарнизона. Рядовой Сергей Владимирович Фролов служил в воинской части другого региона. За героизм, проявленный при исполнении воинского долга, оба бойца представлены к награждению Ордена Мужества посмертно. Губернатор Станислав Оскресенский выразил соболезнования родным и близким героев и поручил оказать всю необходимую помощь. Вечерские предприниматели Александр Носков и Александр Куликов по просьбе бойцов с фронта изготовили медицинский транспортер. Машина на дистанционном управлении предназначена для эвакуации раненых с линии огня. Это платформа на дистанционном управлении. С просьбой об изготовлении подобной техники к ивановским волонтерам и активистам Народного фронта обратились бойцы из зоны спецоперации. Такой транспортер поможет эффективнее эвакуировать раненых с линии огня. Его еще будут дорабатывать, продумают крепления и некоторые другие детали. Машина может преодолевать препятствия и способна передвигаться со скоростью до 25 км в час. Запас хода 10 км, то есть 5 туда и 5 обратно. Вес 120 кг, вес перевозимого груза 200 кг. Хороша тем, что она еще узкая, может залезать в окоп, заезжать в окоп и в двери. На фронте существует проблема с эвакуацией раненых. То есть данное средство транспортное может, грубо говоря, в одиночку эвакуировать бойца или двух бойцов. Два человека погибли и шестеро получили различные травмы. Мы выяснили состояние некоторых пострадавших в аварии, которая произошла 27 октября на Родниковской трассе. Напомню, минувшее воскресенье автомобили Hyundai и Chevrolet столкнулись в районе поворота на поселок Каминский. По предварительной версии водитель колейской машины выехал на встречную полосу. Там и врезался в Chevrolet. Оба автомобилиста погибли на месте. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Все шестеро были доставлены в областную больницу. Среди них трое детей, 14, 9 и 3 лет. Сообщалось, что малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Удар при столкновении был настолько сильным, что сотрудникам МЧС, чтобы достать погибших водителей из машин, пришлось использовать гидравлическое оборудование. Пострадавший мальчик 14 лет и девочка 9 лет учится в 20-й школе города Иваново. Чтобы помочь ребятам, там объявили сбор средств. Вера и Даня в больнице с тяжелыми травмами. Девочку прооперировали. Мальчику предстоит операция. Отец ребят погиб. Мама находится в реанимации. Все заботы о семье сейчас на плечах бабушки. Теперь о последних происшествиях. В Приволжске в результате пожара погиб 44-летний мужчина. Огонь вспыхнул в одной из комнат многоквартирного дома коридорного типа. Когда приехали пожарные, в подъезде было сильное задымление. 15 жителей эвакуировали. Двух женщин выводили на улицу при помощи спасательного устройства. Они не пострадали. В ходе обследования помещения обнаружили погибшего. Причины пожара еще не определены. В суд ушло уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли двое подростков. Днем 13 августа в селе Каминске 43-летний Вичужанин на грузовом автомобиле «Скане», поворачивая налево с улицы Кирова, не уступил дорогу питбайку. В результате столкновения 16-летний подросток, управлявший мотоциклом, и его 14-летний пассажир скончались на месте. Водитель большегруза обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц. В авариях, произошедших в области в четверг, погиб пешеход, и еще двое получили травмы. Так, в Фурмановском районе в седьмом часу вечера на трассе Фурманов-Песцова водитель Мазды совершила наезд на мужчину, который шел во встречном направлении. Пешеход погиб на месте ДТП. В Кинишме на улице Правда автомобилистка за рулем ВАЗа сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пешехода доставили в больницу. Восьмилетний мальчик, перебегавший проезжую часть вне перехода, попал под внедорожник в Вичуге. Ребенка с травмами доставили в больницу. В Иванове полуторагодовала девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. Малышка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. По словам ее мамы, она оставила окно в комнате для проветривания, а сама вышла на кухню. Когда услышала крит дочки, прибежала и обнаружила, что та выпала из окна. Полиция проводит проверку. Десятый по счету приговор за полтора года вынесен в отношении жителя Фурманова. Мужчина-любитель красть по мелочи. На этот раз было установлено, что с конца декабря до середины января он совершил 9 хищений продуктов и спиртного из магазинов райцентра. Плюс было 5 неудачных попыток. Крал на сумму от 270 до 1700 рублей. С учетом прежних криминальных подвигов, злоумышленника приговорили к 3 годам колонии общего режима. На 17,5 лет в колонию строгого режима отправится житель Омской области. Приговор вынесен Ивановским областным судом. Мужчина в составе организованной преступной группы производил синтетический наркотик. Для этого он и приехал в наш регион. Купил в Савинском районе дом, два земельных участка и оборудовал нарколабораторию. Успел изготовить около 18 килограммов зелья. Продать, правда, не успел. Его задержали, наркотики изъяли. Подсудимый должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, дом и земля общей стоимостью в 3 миллиона рублей конфискованы в доход государства. Расскажем историю пожилой женщины из Савинского района. Живет пенсионерка в старом муниципальном доме, у которого через крышу видно небо. Зимой там жить просто нереально. По всему дому щели и трещины. Фундамент требует капитального ремонта. Репортаж из села Воскресенская Софья Семеновая. Надежда Алексеевна приехала сюда 46 лет назад. Жили здесь всем семейством. Помимо этого содержали коз, свиней, а также огромный огород. Дом муниципальный разделен на две части. Во второй уже 5 лет никто не живет. Да и это практически невозможно. Если ничего не делать и дальше, то невозможно станет жить и здесь, в доме Надежды Алексеевны. Очень холодно, во-первых, потому что бревна все худые внизу, вверху тоже уже бревен нет, все худое. А потом у меня ноги больные, и сколько я буду мерзнуть? Ну то плюпечку-то надо, тоже на грани, я боюсь, не загорелась бы. И если в некоторых комнатах ситуация не так критична, то потолок на кухне уже кричит о том, что ему необходим ремонт. Самое проблемное место в доме – это кухня. Здесь все держится на последнем делу и доске, в период снегов и дождей здесь заливает всю комнату. А это печка, ей больше 40 лет, и она разрушается, но все еще греет. Мелкие проблемы, конечно, можно устранить своими силами, но укрепить фундамент и отремонтировать крышу Надежды Алексеевны просто не под силу. Она живет на небольшую пенсию и еще старается помогать деньгами детям и внукам. Так как жилье муниципальное, первым делом обратились в администрацию. Вот уже когда дошло, вот в 22-м, по-моему, году я ездила в Савину-то, потому что все старалась как-то сама все уделать маленько. А уж когда вот там съехали все эти, а уж тут-то вот я поехала в администрацию. Мне сказали, средств нет у нас, ищем деньги. Я говорю, ну дайте мне тогда квартиру какую-то другую, что ли, в Савине. А в Савине там дома все хуже, чем у вас. Ну, они не глядят, что ничего, это просто по моим словам. Как я вот написала заявление, они вот его скупировали, и вон он у меня есть. Обращались туда трижды, и ничего. Отчаявшись, дочь Надежды Алексеевны Анна написала на Барс. История была опубликована в социальных сетях, и это дало импульс. Сначала в дом пришел представитель следственного комитета, а затем работник районной прокуратуры. Как говорит сама Надежда Алексеевна, теперь только и делает, что принимает гостей. Вот так же фотографировали, поглядели везде, все, поговорили, написала заявление. Вчера и сегодня опять заявление, все писала в заявлении. Мы фотографировали, значит, вот ордер тут вот на квартиру, и вот это письмо, паспорт мой. После визита к Надежде Алексеевне мы заехали в администрацию Савинского района. Ее глава Ирина Саякина в должности полтора месяца, однако уже взяла дело на контроль. Была создана комиссия, которая провела обследование этого дома, и на предмет его технического состояния, в том числе кровли, несущих конструкций, фундамент основных каких-то конструкций. И, насколько я знаю, при визуальном рассмотрении комиссии было принято решение, что, да, действительно требуется ремонт кровли, и это примерно займет порядка около 300 тысяч рублей. Я предполагаю, что это будет начало мая, июня этого года, уже будут работы завершены. На днях Надежда Алексеевна уезжает в Иваново, в квартиру к дочке и внучке. Это уже третья зима, когда ей приходится оставлять родной дом. Холода там переносить невозможно. С собой забирает только самое необходимое. Кошка Стеша уезжает вместе с ней. Следственный комитет взял дело на контроль. Раньше весны работы провести, вероятно, не смогут из-за погодных условий. Надежда Алексеевна переживает, что эту зиму дом может просто не выдержать, и тогда на ремонт не хватит даже 300 тысяч. Софья Семенова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Вернемся к истории, которая вызвала большой резонанс в наших соцсетях. Сотни комментариев, десятки тысяч просмотров и более тысячи лайков. Репортаж был посвящен бездомному мужчине, который нам представил с Андреем Прокофьевым. Долгое время он жил на улице и ел, что давали прохожие. Спал практически на голой земле. Спустя время мы решили выяснить, как сложилась его судьба после нашего репортажа. Судьбой бездомного мужчины были обеспокоены десятки ивановцев. Да в долгое время он жил в кустах за магазином на улице Куконковых. На одной ноге у мужчины была ампутирована ступня, на другой – пальц. Нет глаза. Обычно он передвигался на инвалидной коляске. Выживать помогали прохожие, а также друзья по несчастью. Но с наступлением холодов они пропали. Бездомный инвалид остался на улице один. Спал под брезентом на сырых матрасах и подушках. Прохожие забеспокоились, когда мужчина перестал вставать уже несколько дней. Переживали. Его покидают силы, воспалилась ампутированная нога. Он может замерзнуть насмерть. Горожане обзвонили много различных инстанций. Однако везде им отказывались помочь куда-либо пристроить бездомного. Во время съемок нашего репортажа мы обратились в департамент соцзащиты. Уже через час мужчину забрали в третью горбольницу. Тогда нам пообещали – его прооперируют и направят в соцучреждение. Спустя две недели мы решили поинтересоваться, чем закончилась эта история. Как нам пояснили в пресс-службе департамента социальной защиты, Андрей Прокофьев все еще находится в больнице, проходит лечение. Ему помогли оформить документы, полис и паспорт. Сейчас собирают документы для присвоения группы инвалидности. После обещают определить мужчину в дом-интернат. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Больше полугода на одной из улиц частного сектора в Кохмине работают уличные фонари. Еще одна проблема, которая беспокоит жителей – это старые столбы. У многих из них деревянное основание уже превратилось в труху, и опоры все больше наклоняются. Мы разбирались, в чем причина. Первый снег выпал в ноябре. В соцсетях жители области делятся фотографиями. А готовы ли к первому снегу и в целом к зиме? Техника? Расскажем. Поцарапали машину? Сломали лавочку? Украли имущество? Позаботиться о безопасности поможет система видеонаблюдения от Интеркомтел 939393. Нашу редакцию обратили жители частного сектора города Кохмы. С весны на одной из улиц не работает уличное освещение. Добавок опоры находятся в аварийном состоянии. И с каждым днем все больше наклоняются и грозятся упасть. Наша съемочная группа побывала на месте. Алина Марычева с подробностями. Вот так вот улица Спартаковская выглядит вечером. Все видно как днем. И вот так вот мы живем. Темные дни на Спартаковской улице в Кохме настали уже больше полугода назад. И если летом проблема была не так заметна, то вот с наступлением осеннего ненастя отсутствие освещения стало довольно ощутимым. Улица очень плохая. Затем неонная. Дети со школы идут. Все время все темно. Фонарик не горят. Темнее сейчас рано. Многие дети здесь учатся во вторую смену. С уроков, кружков и тренировок возвращаются только к семье. Улица расположена практически на окраине Кохмы. Рядом лес. Я учусь в 11 классе, в школе 7, тут у нас недалеко. Значит, света нет на улице вообще. То есть ходить вообще никак, даже с фонарем. Лужи, ямы, то есть нить вообще, то есть даже не видно, куда идти. Очень темно. Ну ладно, я-то еще как постарше, а вот дети тоже ходят, дети, бабушки. Никто ничего не видит. Уже, наверное, больше полугода освещения вообще здесь нет. Сейчас здесь периодически горит лишь один фонарик. Тот расположен в конце улицы. Еще одна проблема, из-за которой переживают жители, это старые столбы. У многих из них деревянное основание уже превратилось в труху. Опоры наклоняются то в сторону дороги, то в сторону частных домов. И удерживают их только провода. Таких аварийных опор не меньше четырех. Жители Спартаковской улицы написали уже десяток обращений в администрацию и касательно восстановления освещения и позамене старых опор. С августа месяца пишем обращение. С августа месяца ничего не предпринимается. Только пишется, что да, 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 рассмотрим, поставим в тендер, может быть, на следующий год. Но, тем не менее, столбы сейчас находятся в аварийном состоянии. Еще раз повторяю, это аварийная ситуация, когда любой столб может приземлиться на голову. Не дай бог на голову. Но, как минимум, оно может повредить имущество граждан. Автомобили, дома может повредить. Отметим, пару лет назад здесь установили новые бетонные столбы, но фонари к ним не подключают. Еще одна многострадальная улица расположена через дорогу. Вторая застрельная. Там освещения нет уже несколько лет. И об этом мы писали еще год назад. Не хотят делать уличное освещение уже несколько лет. Мы стоим на очереди, но почему-то на нашу улицу денег нет. На других улицах делают освещение. На нашей улице живут и ветераны, и труженики фронта, и тыла. Я оббила все пороги администрации. Вот один из ответов Кухумской администрации на обращение жителей Спартаковской улицы. Работы по обслуживанию сетей уличного освещения проводятся ежегодно в пределах возможного бюджетного финансирования в порядке очередности. Между тем, потребность в средствах на проведение таких работ значительно превышает возможности бюджета городского округа Кухма. Работы будут выполнены в рамках муниципального контракта в, возможно, короткие сроки. Мы также направили официальный запрос в администрацию Кухмы. Продолжим историю, как только получим ответ. Алина Марчева, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. Точных показателей пока нет. Но накануне профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в филармонии у всех причастных настроение было хорошим. Репортаж Ирины Афониной. Барабанщики из ракетной дивизии открыли праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства энергичными, ритмичными звуками и ударных инструментов. Затем заместитель председателя правительства региона, курирующий отрасль, выступил перед коллегами, поздравил. Рассказал о том, как потрудились аграрии в уходящем году. Год был неплох. Окончательно подтвердит эта статистика. Впрочем, показатели еще подсчитывают. Урожай меньше, конечно, чем прошлый год. Прошлый год у нас был рекордный урожай. По зерновым? В первую очередь по зерновым. По овощам мы выходим на уровень прошлого года. Но у нас существенное увеличение по масличным культурам, по техническим культурам, по льну, по технической конопле. У нас хорошее увеличение по производству мяса на 4%, по производству молока на 3%. Многие хозяйства уже работают на будущее, строят животноводческие комплексы. Руководитель ковхоза имени Арсения Шуйского района прокомментировал задачи, которые хозяйство себе поставило, наращивать темпы и стараться делать это исключительно своими силами. У нас вообще не бывает простых годов. Всегда что-то происходит в этом году. Где-то засушило, где-то заморозило, где-то просто залило. Но тем не менее год закончили хорошо. Любовь, не пей вода. Ферма Ростейковского района приехала буквально из Кремля на бал. Мы были в Москве на церемонии награждения по всероссийскому конкурсу «Семья года». Мы победили в номинации «Сельская семья». Представляли Ивановскую область. Ощущения замечательные. Встроители, много мероприятий, все очень интересно. Но самое, конечно, главное ощущение было от церемонии награждения в самом Кремле. Кстати, Кремль был не сразу. Вначале фермеры стали выращивать чеснок, затем морковь. В прошлом году Любовь выиграла агростартап – 2 миллиона рублей. Средства предназначались на посадку смородины. Посадили полторы тысячи саженцев, прижились. В следующем году планируют добавить еще столько же. Урожай чеснока поменьше, чем в прошлом году. Год-то високосный, а на морковь это не повлияло. Уродилось столько же, что и в прошлом. И еще. Любовь не пей вода по первому образованию педагог. И организовала в сельской Большеклочковской школе агрокласс. Приучает молодежь потихоньку к сельскому труду. Примечательный факт – нынешний праздник сельского труженика прошел в филармонии, как обычно. Но концепция иная. Вместо ярмарки – выставка фотографий. Выставка называется «В деревню», да. Это тематическая выставка для сельского хозяйства. Автор ее Инна Стеранчук из Кенешемского района. Департамент же занимается не только поддержкой бизнеса аграрного, да. Но на нас лежит большая миссия по социальному развитию села. Это такой способ агитации или популяризации жизни в селе. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Начало ноября порадовало первым снегом. В соцсетях жители области стали делиться снежными фотографиями. Но не стоит забывать о безопасности. По прогнозу, на ближайшие сутки мокрый снег, гололедицы и порывы ветра. Готовы ли к первому снегу и в целом к зиме техника? Узнала Юлия Семина. Еще с конца сентября синоптики прогнозировали заморозки. А в начале октября снег. Но выпал он утром в первый день ноября. Где-то даже появились небольшие сугробы. По прогнозам синоптиков снег продолжит идти и на следующей неделе. Но, скорее всего, очень быстро растает. Между тем, в соцсетях Ивановцы и жители области делятся красивыми снежными фотографиями. Большинство первому снегу рады его ждали. А вот так лениво и не спеша утро 1 ноября встречались жители зоопарка. Рысь играется, а вот некоторые обитатели в недоумении. От красоты перейдем к безопасности. В ОЧС области напоминают, водителям пора поменять летнюю резину. Советуют начинать движение плавно, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Избегать резких маневров и торможений. В ГИБДД нам рассказали. 31 октября до обеда зафиксировано 12 ДТП. 1 ноября 14. Разница небольшая. Добавляют, если бы температура резко снизилась на минусовой, на трассах мог бы произойти коллапс. К счастью, этого не произошло. А готовы ли к обильному снегу и в целом зиме городская техника? Коммунальные службы были готовы завлаговременно. Ночью работали пять комбинированных дорожных машин, которые обрабатывали проезжую часть жидким противоглоледным материалом, природным рассолом. Всего за ночь было применено свыше 70 кубометров рассола. Работы шли с половины третьего ночи до восьми утра. Коммунальщики продолжают работать и днем. 12 единиц техники находятся в ожидании сигнала. В случае ухудшения погодных условий, улицы города будут обрабатывать противоглоледными материалами. Напомним, в этом году правительство выделило 120 миллионов рублей на приобретение техники для МКУ дорожное и городское хозяйство. 6 миллионов добавили из бюджета города. На эти деньги закупили 15 единиц. Надеемся, что этой зимой на дорогах проблем не будет. Юлия Семина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». В Кенешме городские коммунальщики вышли косить траву в первый снег. На то, чтобы исполнить заявку жителей, потребовалось почти два месяца. Жители многоквартирного дома на улице Урицкого еще в сентябре обратились в управление городского хозяйства с просьбой скосить траву во дворе и спилить деревья. Однако хозведомство не отреагировало. А когда кенешемцы пожаловали с местному депутату, чиновники мэрии им ответили, что и трава во дворе была скошена еще 9 сентября, тогда же и деревья спилены. Хозработник появился во дворе лишь после повторной жалобы депутату, как раз в первый снежный день. Теперь о погоде на ближайшие сутки. Клиника «Варикоза. Нет» – это профессиональные хирурги и более 20 тысяч благодарных пациентов. Прием хирурга с УЗИ Венок – 1500 рублей. Звоните 300-300. В субботу нас ждет пасмурная погода и осадки. Температура воздуха днем в районе 0 градуса. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 735 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха – 76%. По прогнозам синоптиков, в последний день недели будет все так же пасмурно. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Текстильный центр «Рио» разыгрывает современную и качественную спальню мечты. Совершая покупки в «Рио», обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны и участвуйте в розыгрыше. 24 ноября. Розыгрыш спальни мечты в «Рио». Сразу после новостей смотрите «Городскую хронику». Если у вас есть темы для репортажа, интересные видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты». Группы Барса в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Обращайтесь в мессенджеры, телеграм, вайбер, ватсап, по номеру, который видите на экране. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Видеоплатформа YouTube по России замедляется. Барс продолжает работать. Вы можете смотреть все передачи и репортажи на нашем сайте Иванова Ньюс. А также все новости кубернии и самые интересные видео мы выкладываем в соцсетях. Выбирайте удобный формат. Подписывайтесь на Барс ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене или смотрите нас на Рутюбе. Барс всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова